Я с вами полностью согласна, потому что человек должен быть эмоционально, зрело, он должен быть готов к этой борьбе. То есть ни руки не опускать, а просто считать, что да, мы победим и так далее и тому подобное. Вот давайте несколько слов скажем о работе вашего фонда. Я вас когда представляла, Берик, я сказала, что вы вице-президент по медицинским проектам фонда Айала. Я уверена, что многие наши слушатели знают о работе фонда Айала. Ну, конечно, не все, поэтому я просто вас прошу немножко рассказать о фонде. Ну, все, что вы считаете нужным, кратко расскажите. И о последних медицинских проектах как раз в рамках борьбы с COVID. Пожалуйста. Ну, вообще фонд в 2007 году был открыт нашим президентом Айдан Тулитаевна. Сулейменовой. Айдан Тулитаевна Сулейменова. Она когда-то открыла это, начала нас привлекать. Мы, когда первые пришли, мы не понимали вообще, о чем разговор, потому что благотворительные фонды было дико немного. Потом, вы знаете, в те времена такое отношение было, что это отмывание денег. Но при этом Айдан сразу сделала упор на то, что мы должны быть прозрачными. То есть мы все деньги показывали, что у нас никуда деньги не уходят. И мы тогда в первую очередь начали заниматься именно детскими реанимациями. Почему? Потому что с них начинается жизнь, по идее. Вот. И в том году к нам как раз обратилась начальник управления здравоохранения, Заверия Джумана Ливина. Она попросила нас помочь инфекционной больнице. Вот. Мы когда пришли, там было очень ужасное состояние. Мы сделали им реанимацию, сделали там ремонт, поставили новейшее оборудование. И первый отклик, когда нам заведующий детской инфекционной реанимации сказал, хакуля такой был, он сказал, говорит, у меня первый ребенок, который три месяца пролежал на аппарате ИВЛ, и который с него встал и ушел своими ногами. То есть потому что то оборудование, которое раньше стояло, она не тянула. Вот. А мы поставили современное, которое приучает человека дышать правильно. Вот. И мы вот так вот начинали, вот именно с детской реанимации. Потом у нас был большой проект, это вот Дыши, малыш. Это вот как раз вот помощь недоношенным детям, когда у нас приняли в Казахстане закон, вот это ВОЗовский закон о выхаживании новорожденных, которые недоношены от 500 грамм. Вот. Мы оттуда начали. И вот так вот так пошли. Плюс потом начали присоединяться, конечно, образовательные проекты. Вот. Мы начали на них работать. И потом уже вот как-то разрослись, как бы о нас начали уже узнавать. Мы стали работать по республике. Если раньше обращали внимание только на Алмату, то уже стали работать по всему Казахстану. У нас везде начали узнавать. Вот. И, соответственно, как бы основная вот работа была, почему это связано, потому что наш президент, вот я, потом до этого еще вице-президент один был, Жан Гильдис Арсенов, ныне покойный, к сожалению. Вот. Мы троем были врачи, мы поэтому как бы врачебных вопросах очень хорошо разбирались. Вот. И почему у нас еще вот с медициной очень хорошо было, потому что, как бы, я очень хорошо ознакомлен с работой реанимации, как бы в ней работал. И вот, допустим, шефы меня всегда отправляют, я там разбираюсь на местах, что на самом деле нужно. Вот. И вот мы вот так как-то начали работать. Айдан Талюта... Айдан Талюта, она тоже врач? Тоже доктор, да? Да, да, она врач, да. Она закончила Московский институт. Вот. Но она по специалист-терапевту. Понятно. Вот. И потом вот сейчас вот на коронавирус, это, конечно, большая заслуга Айдана. Она вот больше нам помогает вот именно вот в финансовом плане. Мы сейчас вот поставили 10 реанимационных кроватей. Именно реанимационных кроватей. Они являются четырехсекционными. Именно для того, чтобы... Основное осложнение коронавируса – это все-таки легкие. И вот когда больной на этой кровати, его комфортно располагает, что он не делает напряжения на грудную клетку, то есть он может спокойно дышать. Вот. Мы такие реанимационные кровати 10 поставили во взрослую инфекционную больницу. Пять поставили в детскую инфекционную больницу. Поставили аппараты искусственной вентиляции легких в детскую инфекционную больницу. Это вот основное. И плюс к этому мы очень много помогаем ветеранам. Это продуктовые корзины. Плюс еще, ну, как малообеспеченным людям мы тоже самое делаем. Сейчас мы еще взяли один грант. Мы вот помогаем именно вот малообеспеченным семьям. Причем это все, у нас, наш фонд, чем мы можем похвастаться, что мы любые проекты согласовываем всегда с государством. То есть если у нас идет большой проект, это с Минздравом. У нас даже есть семь меморандумов, при которых они нас поддерживают. Если мы делаем что-то в управлении по местному, то есть регионально, то это управление здравоохранением. Опять же, вот эти продуктовые корзины, это все согласовано с Акиматами. То есть они в курсе, они дали списки особо нуждающихся людей. Отлично. Поэтому мы как бы не сами с неба не берем, мы все согласовываем. То есть вы работаете по тем проектам, которые нужны, подтвержденный спрос, есть на них, да? Совершенно верно, абсолютно право. То есть мы не берем там с неба, взяли, поставили. Это такой нехороший случай, да, там, я постараюсь так не оглашаться, да, там, ну, в одну, в один родильный дом поставили кучу оборудования, типа, фонд. И потом этой больнице сказали, у вас такое оборудование, уже с управления, типа, вы переходите на другой уровень обслуживания. Они говорят, как, у нас врачей нет, у нас специалистов нет. Видите, это называется неправильная благотворительность. Благотворительность тоже должна быть правильной. То есть надо помогать тому, кому это нужно. То есть они согласовали, натолкали, а в итоге уровень больницы подняли, а врачей-то нету. Понятно. Кто работать будет? Понятно. То есть там смертность, считайте, еще в разы поднимется. Понятно. Берик, скажите… Поэтому я говорю, поэтому я всегда все согласовываю. Здорово. 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 Продолжение следует...